Страшная трагедия произошла вчера вечером в одной из самых благороднейших российских семей народного артиста России Александра Анатольевича Ширвинда. К сталинской высотке на улице Котельнической, где проживает народный артист, подъехали несколько машин полиции и скорой помощи. Звезду фильма «Ирония судьбы» с легким паром обнаружили лежащим в своей собственной квартире. По горячим следам был арестован внук артиста, 35-летний Андрей, который совершил чудовищное преступление. У Александра Анатольевича давно были проблемы со своим внуком. Андрея долгое время лечили от зависимости запрещенных веществ, но, видимо, так и не достигли положительного результата. Стало известно, что на днях внуку Ширвинда пришла повестка в военкомат. Андрей, как и многие другие внуки известных личностей, решил не искушать судьбу и как можно быстрее покинуть Россию. В последнее время у молодого человека были большие проблемы в личной жизни. Его уволили с работы и из-за ссоры с отцом и дедом он не имел наличных денег. Полиция установила, что за сутки до преступления Андрей разговаривал по телефону со своим дедом и решил прийти к нему домой для примирения. Однако, по всей вероятности, разговора не получилось и 35-летний мужчина перешел к решительным действиям. Андрей Ширвиндт из-за крупной денежной суммы нанес своему 88-летнему деду несколько тяжелых ударов. Однако, денег безумный парень не нашел. Он украл у своего легендарного дедушки коллекцию царских рублей, большой стенд с курительными трубками и набор военной техники. Все эти раритетные сувениры долгие годы собирал Александр Анатольевич. Однако, воспользоваться богатствами деда Андрею не удалось. Через несколько часов его арестовали на Манежной площади. Сын Ширвинда Михаил находится в отчаянии. Любимого отца с телесными повреждениями и тяжелой травмой головы госпитализировали в институт Склифосовского. По словам врачей, артист часто теряет сознание, а в промежутках рыдает и не может поверить в произошедшее. Стало известно, что Михаил Ширвиндт пока не подавал заявление в полицию на своего непутевого сына. Однако, Андреем заинтересовался военный комиссариат, так как бегство от мобилизации карается уголовным наказанием. Однако, чтобы получить воинскую обязанность или уголовное наказание, внуку великого актера придется пройти психиатрическую экспертизу.